Молоденис Абия-Слях. Евангелие от Матфея. Первая глава. Евангелие от Луки. Первая и вторая главы. Рассказы о детях Библии. А во деревушке на завет живет Мария. Скоро она выйдет замуж за плотника по имени Иосиф. Мария и Иосиф бедные люди, но из знатного рода. Они потомки царя Давида. Однажды Мария увидела во своем доме яркий свет. Внезапно перед нею появился ангел Гавриил. Он пришел с неба и принес весь от Бога. Радуйся! Обращается он к Марии. Господь с тобою! Ты самая счастливая из женщин! Марию обиял страх. Что такое говорит ей ангел? Ведь она самый обычный человек. Что все это значит? Не бойся, Мария! Успокаивает ее ангел Гавриил. Ты родишь сына и назовешь его Иисусом. Он будет царем всего мира. Но ведь я не замужем. Как же это произойдет? Спрашивает Мария. О рождении ребенка позаботится святой дух. Потому что этот младенец сын Божий. Затем ангел Гавриил рассказывает Марии. Еще одну новость. Твоя родственница Елиса Фета скоро тоже родит сына. И хотя она состарилась, чтобы иметь детей, но Господь может все. Мария верит ангелу. Пусть исполнятся все слова твои, отмечает она. А потом Мария поспешно идет к Елисавете. Как же обрадовалась Елисавета, когда увидела Марию. Они вместе рассуждали о великих чудесах Божьих. Скоро у них родится сыновья, Елисавета станет матерью Иоанна, крестителя, слуги Божьего. А Мария матерью сына Божьего. Женщина очень радуется и поют о Божьи добратья. Иосиф тоже узнал, что у Марии будет ребенок. Он не может понять, кто же отец этого ребенка. Неужели теперь он не сможет жениться на Марии? Ведь он ее так сильно любит. Но Господь сказал ему во сне. Иосиф, не бойся жениться на Марии, а народить младенца. Но это необычный младенец, потому что назовется сыном Божиим. Дай ему имя Иисус. Он сделает свой народ счастливым и простит ему все грехи. Иосиф верит словам Господа. Он очень хорошо относится к Марии. Отнадо Иосиф и Мария отправились в город Викциен. Римский император по имени Август решил сделать перепись всех, кто живет в его большой империи. Он приказал каждому человеку прийти во свой родной город и записаться там, чтобы император мог знать, сколько людей подчиняется ему. Иосиф и Мария были родом из Викциена. Поэтому им пришлось идти туда. Как же тесно на дороге. Везде полным-полно людей. Иосиф и Мария идут уже много дней. Посмотри-ка на Марию. Скоро у нее родится малыш. Наконец, уставшие путники пришли в Викциен. Они ищут гостиницу, чтобы отдохнуть. Но город приполнен людьми. И в гостинице для них не находится места. Я не могу вас спустить к себе, сказал хозяин гостиницы. Придется им поискать другое место для ночлега. Они не смогли найти ничего подходящего. И остановились в холиву, где ночует животное. А ночью Мария родила младенца. В мир пришел Господь Иисус Христос, Сын Божий. Мария спеленала младенца и положила его в ясне. Так раньше называлась кормушка для скота. Они послушали новорожденному. Это место кроватки. Иосиф и Мария радостно смотрят на дитя. Они знают, что он их спаситель. Какие же они богатые. Темно-голодные ночью на поле возле Виклиена горит костер. Вокруг него сидят пастухи. Они сторожат овечек. Ведь на овес морят на паз дикий зель. Но пастухи не боятся и храбро прогоняют диких зель. Внезапно их осветил яркий свет. Пастухов охватил страх. Что происходит? Они видят, что перед ними стоит ангел с неба и говорит. Не бойтесь, потому что я принес вам великую радость. В городе Савя-Давида родился спаситель. Он пришел для всех народов на земле. Идите в Виклием, там вы найдете младенца. Он завернут в пелены и лежит в яслях. Пастухи слушают ангела. Вдруг они видят, как открывается небо и появляются тысячи ангелов. Слава о вышних, Богу, иноземный мир. А во человеках благоволение. Громко ликуют они. Какое чудесное пение. Ангелы поют о благом Боге, который послал своего сына на землю, чтобы сделать счастливыми грешных людей. Пастухи во страхе и изумлений смотрят на небо. Но вот снова стало тихо и темно. Пойдем, Виклием, посмотрим, о чем возвестил ангел. Говорят друг другу пастухи. Поспешно идут они на город и находят там Иосифа и Марию с младенцем Иисусом в яслях. Пастухи благодаренно склоняются перед младенцем на колени и поклоняются ему. Господь Иисус Христос хочет спасти каждого человека, который поверит в Него. Он пожелал стать бедным и простым, чтобы сделать людей богатыми. Возвращаясь на поле, пастухи повсюду рассказывали о рождении Господа Иисуса Христа. Они хвалили и славили Господа за то, что Он их Спаситель. Иисус Христос